Привет, друзья! Вы можете прямо сейчас начать настройку умного дома на виртуальном сервере Sanyo. Я помогу разобраться, что это такое, и вместе с вами создам виртуальную конфигурацию. В нашем софте есть возможность создать виртуальную машину, которая является облачной копией реального оборудования. Все это просто создается в пару кликов на сайте разработчиков нашего софта. Давайте забудем про закупку железа для тестирования и про скачивание платных программ. Работайте на виртуальном сервере точно так же, как вы работали бы на реальном оборудовании. Давайте мыслить шире, зачем еще нужный виртуальный сервер. Мы создаем конфигурацию на виртуальном сервере, заливаем ее на реальный объект в несколько кликов. И в обратном направлении мы делаем бэкап, скачиваем файл конфигурации из реального объекта, сохраняем в облако, просто чтобы хранилось, либо можем продолжить там работу с этой конфигурацией, а потом также залить на объект, при этом мы работали, не мешая клиенту на объекте. Давайте теперь посмотрим, как это действует на практике. Мы зашли на главный сайт Cineo Smart. Давайте в контакты вниз провалимся, здесь есть ссылка виртуальный сервер. Заходим, мы попадаем на сайт разработчиков нашего софта, немецкой компанией комексиума. У вас красиво будет на немецком языке, давайте для удобства справа наверху перейдем на английский. У меня уже на английском. Я создаю аккаунт. Нажимаю кнопку Create an account. Как мне обращаться, там хер Дмитрий, почта, телефон, не телефон, только почта, два раза пароль, капчу ввожу, создать аккаунт. Нажимаю вот эту кнопочку. Скорее всего, сразу будет аккаунт доступен, либо дождитесь оповещений на почту. Да, пробуем. Вводим логин, пароль. У меня аккаунт есть. Нажимаю Cineo. Мы в личном кабинете аккаунта. Меня интересует раздел Tools, навожу и раздел Planner кликаю. Все, я внутри уже непосредственно кабинета работы с серверами. Давайте сделаю ознакомление. Планирование конфигураций. Мы не используем это в России, но в качестве экспериментов можете посмотреть, зайти, полазить. Удаленный доступ. Это соединение отсюда из личного кабинета с реальным сервером. Я могу из одного кабинета и виртуальными, и реальными серверами управлять. Всегда по умолчанию открывается карта. Переходим вот сюда в Москву, в Россию. Вот они сервера. И я прямо отсюда могу проваливаться либо на виртуальный, либо на реальный сервер. Перейду на табличный режим. Клик. Вот они мои сервера. Например, осознанные. Вот он. Я вижу, здесь нет кнопочек расшарить. Вижу настройки. Вот он. Серийный номер. Вот мой ДНС, по которому могу перейти на сервер. И вот мониторинг почты. То есть, если сервер перестает отвечать через интернет, то отправить оповещение. Очень классно. Если у вас нет системы аварийного питания для роутера, для автоматизации, вот этот мониторинг очень пригодится. Ну, это вот виртуальные сервера. Ну, облачная копия абсолютно всего оборудования физического. Можно добавлять и расширять. Как это сделать? Нажимаем кнопочку создать сервер. Вот. New. Вводим имя. Moscow 80. Давайте в объем. И location. Давайте. Махачкала. Нажимаем создать. Вот. Наш сервер создался. И давайте еще перед заходом в него расскажу то, что мы можем копировать. Можем редактировать как раз имя и размещение здесь. Оп. Я взял и удалил. Имя и размещение. И можем расшаривать. Да. Добавляем. И можно расшарить на почту, ну, которая есть, на почту пользователя, который зарегистрирован тоже в комексио. Да. И мы, соответственно, можем с разных аккаунтов управлять, программировать один виртуальный сервер. Ну, либо переходить на физический. То есть, делаем заготовку вместе с командой на разных компьютерах в разных точках мира. Друзья, мы запускаем, да, наш виртуальный сервер. Перед первым входом всегда система просит задать пользователя. Ну, что мы делаем? Конечно, админ, админ. Ну, нет, любые можете вносить. Нажимаем save. Так, корректно? Да, корректно. Система запускает главный экран. Да. Добро пожаловать. Ой, тут куча всего вылазит у меня в браузере. Добро пожаловать. Да. Заходим в настройки. Вначале каждый инженер идет в настройки. Да. Смотрим. Тут и время можно сдавать, синхронизировать. Смотреть систему. Вот она, мы пишем. Она пишет виртуальный сервер. Да. Но смартфон мы не сможем подключить к удаленной системе. Конфигурация. Вот они. Раздел configuration, да. Делаем бэкапы виртуального сервера. Либо заливаем прошивки с каких-либо других скачанных конфигураций. Там выбираем файл, да. Вот они. CFG разрешение. И какую-нибудь конфигурацию могу залить. Давайте пока без конфигурации. Дойдем в раздел логика. Раздел логика будет у нас пустой. И вот функциональные планы можно здесь создавать. Нажимаем плюсик. Спальня. Ну это в обучении вы проходите, да. А490, то есть разрешение, это уже регулируете под ваши экраны, которые вы работаете. Создали функциональный план. Ну вот вся у нас тут логика, все это доступно. Ну какой же у нас умный дом без расширений, да. Друзья, кстати, очень удобно работать на нескольких вкладках, да. Система это допускает. Ну что, у нас только сервер есть. Но сервер обязательно ядро нашей автоматизации. И можем добавить любое расширение. Нажимаем плюсик. Добавить решение оффлайн, это важно. Имена лучше пишите по-английски, потому что это важно для HTTP общения, если мы будем работать с другими устройствами. Так, реле. И вот я могу выбрать, какое оффлайн оборудование я хочу добавить. Давайте в универсальный актуатор добавить. Реле как раз. Добавить расширение. И оно добавится в линейку наших расширений после I.O. сервера. Между собой расширение можно менять, но I.O. сервер всегда в начале. И вот все настройки. Давайте там выход первый, спальня, освещение, спальня, бра. Почему так Юра переименовал? Все это есть в наших уроках. Смотрите внимательно. Ну и отсюда прям могу эмулировать выходы реле. Ну и все дальше. В логику, да, здесь у меня пока только сервер. Мне нужно обновить страницу и реле тоже появится. Вот. И визуализацию. Также создаю функциональный план. Ну как бы помещение, спальня, что-то прочее. Про все эти настройки в обучении есть. И вот digital. Давайте свет. Да. И какой-нибудь выход Q3 от нашего сервера. И вот реле сюда подвязалось. А, у нас было Q1. Давайте Q1. Реле Q1. Все. Сейв. И все. Я отсюда уже могу. А, эмуляция доступна. Такой предпросмотр, превьюшка нашей визуализации. Сейчас должна появиться. На виртуальном все очень быстро работает. И все. Могу отсюда включать и выключать. Да. И в логике вот он наш реле доступно. Выкидываю сюда реле. Да. Какое-нибудь. Да даже можно без соединения. А, маркер создаю. Давайте маркер цифровой создадим. Вот. Соединяем их. Запускаем прошивку. Как на реальном сервере все быстро проходит. И отсюда тоже могу маркером эмулировать. Единичка. Реле включилось. Ну и здесь все это тоже будет отображаться. Так. И про реальный сервер. Отличие от него. Да. Вот он. Мой реальный сервер. Я к нему захожу по уже сетевому адресу. Я внутри сети сейчас нахожусь. Ну если у вас парты проброшены. Вы можете из внешней сети заходить. Вот это главный экран. Визуализация. Да. Могу также в спальню провалиться. Эта информация доступна. Вы можете ее скачать. Посмотреть. Да. И вот я в настройки захожу. Все здесь уже переименовано. LED диммер. Он реально к нам подключен. Да. I.O. Экстеншн. Оно виртуально здесь. Оно пока не подключено. Но полностью все запрограммировано. Да. Идем в логику. И ну это почти та конфигурация, которая как раз присутствует в учебном курсе. Друзья. Вы увидели сколько преимуществ дает наш виртуальный сервер. Предлагаю вам зарегистрироваться на сайте и самим попробовать создать свою собственную конфигурацию. До встречи.